Приветствую вас. Ну, вы знаете, мне кажется, что вы не сможете просто взять и, условно говоря, простить семью, например, да? То есть, ну, мне кажется, что это как-то мало вообще реально. Вот. То есть, все значит, трестик, простить, это значит, принять. Вы, в сути, по всему, принять как-то вот не можете, потому что до сих пор называете то, что они сделали по отношению к вам грязью. И мне думается, что это, в общем-то, в каком-то смысле является для вас проблемой, что вас задевает то, как это все выглядит. Да, вас задевает, вас напрягает, вас обижает. Так что я думаю, что сначала надо разобраться в себе, сначала надо разобраться с своими обидами, ну, вот, с своим поведением, ну, вот, отношениями и так далее. Потому что есть вещи, которые не совсем, как мне кажется, ясны, вот. А дальше же смотреть, что делать, вот, исходя из ваших ценностей, ваших, так сказать, предпочтений и вашего выбора, выбора, вот. Итак, что же в этой ситуации не понятно, давайте смотреть. Во-первых, когда я нахожусь в очень трудной ситуации, прежде всего и в начале, а потом выясняется, что, ну, лично для меня не очень понятно, в чем трудность вашей ситуации. Для меня это больше похоже на чувство вины передаться вам ребенку. Надеюсь, я не прав. Для меня этот выбор дает сложно. Ну, что я бы здесь хотела сказать. Что вам этот выбор сложный, или что вам выбор дает сложно, или что выбор несет за собой последствия сложные. Находилась с мужчиной в отношениях, вскоре забеременела, и мы разошлись. Вы знаете, я здесь, наверное, скажу то, что будет очень неприятно услышать. Особенно, особенно от психолога, да. Потому что от нас, как правило, ждут именно поддержки. Но, мне кажется, что я должен это сказать, тем более, что мои коллеги вам этого не сказали. Вот, смотрите. Вы говорите, он маменькин сынок и не привык брать на себя обязательства. Возможно. А вы, когда находились с ним в отношениях, если беременела, не выходя за него замуж, и зная, какой он маменькин сынок и так далее, вы привыкли брать на себя обязательства? Ну, если только вы изначально не хотели родить ребенка для себя, чем я сомневаюсь. Исходя из вашего текста, этого вы не хотели. То есть, насколько ответственны вы сами за себя? Как бы, мужчина-то он такой, как он есть. Его все устраивает. Ну, если же я сам не видит, как бы, проблемы в том, что он вот такой. Когда родила, отказался брать на дочь. Не поехал за ней в роддом, ничем не помогал, настаивал на ДНК. Хорошо. Вы не говорите о своих ожиданиях и о том, очевидно, что вас обижают. А какого поведения вы ждали от человека, который является маменькиным сынком и не привык брать на себя обязательства? А кто вы, если вы общаетесь с таким мужчиной? Ну, очевидно, что вы родитель для него. Еще одна мама. Возникает вопрос. Что в вашем поведении является родительскими паттернами. Хотите ли вы их исправить? Хотите ли вы, чтобы в вашей жизни был не маменьки, сынок? Для этого нужно что-то менять в себе. И для начала, наверное, перестать ожидать от людей то, на что они, в принципе, не способны. Через некоторое время я набралась сил и смелости, позоветовал друзей и подавал в суд на установление отношений до защиты. Скажите, а чего вы боялись? Почему смелости набралась? Тут впечатление, что вы не уверены в себе. Впечатление, что вы привыкли, с одной стороны, вот это тащить все на себе, как тащили мужчину, что порождает какие-то ожидания. А с другой стороны, вы себя обесцениваете. Зачевать от них не хотела. А зачем тогда в суд подавали? Мы прости ДНК. Кто мы? Имеет в виду вы и бывший ваш мужчина. Суд нам присудил то, что нашел по праву. Кому нам? Опять же, я не понимаю. Кому нам? О ком вы как говорите? О себе ребёнке? Как бы, ну не так говорить, что я ребёнок прошли тест на ДНК. А не мы. Знаете, здесь, к сожалению, есть некий тревожный сигнал о том, что вы находитесь с ребёнком в слиянии. Что и для вас, и для ребёнка весьма негативно. Слияние – это стирание личных границ между родителями и ребёнком. Да, я понимаю, я понимаю, что ребёнок ещё маленький, я понимаю, что он полностью от вас зависит. Я это понимаю. Но тем не менее, тревожный сигнал. Отец снова с нами не общается. А должен? А он общался? Почему перестал общаться тогда, если общался? С кем с нами? Опять же, не совсем понятно, с кем с нами. Простите, он с вами одинаково общается? Наверное, нет. Наверное, с ребёнком он общается по-своему, а с вами лично общается по-другому. Ну так, знаете, всё-таки будем как-то подразделять, да, эти вещи? Скоро узнаю, что распускают нехорошие слухи обо мне. Ну, задетая самолюбие, месть, вот это, вот это, вот это, вот это, такое, реакционное, я бы сказал, поведение, да, инфантильное немножко. Ну, в принципе, всё как бы логично. Делаю ему претензии по этому поводу, он, видимо, жалуется на маму, и она через два дня желает прийти в гости. Скажите, а смысл делать претензии, если это тот, кого вы назвали маменькиным сынком? Вот смысл делать претензии, зачем? Вы ожидали что, что вы сделаете ему претензии, и он перестанет распускать на вас слухи? Серьёзно? Скажите, а как слухи задевают вам, вот именно задевают? Знаете, сплетни рождаются в двух случаях. Когда людям нечего делать, когда мало информации. Может быть, имеет смысл просто эти сплетни разведить? Дальше. Он пожелал вас своей маме, через два дня она изъявила желание прийти в гости. Хорошо. В этом игрок получил откат. Почему? Обратите внимание, как вы выстраиваете свои предложения. Вы выстраиваете их так, как будто вас в этом нет. То есть, вы выстраиваете предложения так, что вы не пишете, я отказала своей крови в том, чтобы она пришла в гости. Обратите внимание, это важно. Это очень важно. Правда, почему отказали, не очень понятно. Высказал ей свои недовольства отцу, как мой адр... А ей-то, как банан-то здесь при чём? То есть, понимаете, да, вот проблемы с личными границами, они проявляются, на мой взгляд, у вас... Тотал. Тотал. Проблемы с личной ответственностью проявляются у вас довольно серьёзно. Так, эээ, пока на контакт с ней не иду. А собираетесь идти? Или что? Почему? Пока. Или вы надеетесь, что она уговорит вашего бывшего мужчину с вами быть? Другим людям бывший мужчина говорит, что будет общаться с твоим ребёнком. Ну, пусть говорит. Не хочу снова сближаться с этой семьёй, много грязи они были для меня, и ещё могу снова это сделать. Эээ... Ну, про сплетни я уже сказал, могу сказать только то, что... Несощение, что эта грязь вас задевает. И это не проблема в семье, это ваша проблема. Как быть в данной ситуации? Чтобы что, простить их семью и стоит ли снова с ними общаться после этого? После чего? Что вы подразумеваете под семьёй, если грязь на вас выливал только мужчина? Что сделало плохого конкретно вашей эээ, конкретно свигрофик и кто-нибудь там ещё? Конечно, отец имеет главную роль в жизни ребёнка. Это вам кто сказал? Ну и на себя не стоит плевать. Кто сказал-то, что отец главную роль в жизни ребёнка имеет? Мне кажется, вы обесцениваете здесь все из себя. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...